Добрый вечер, уважаемые любители шахмат, с вами Владимир Добров и Ческом.ру Отправимся опять на Кубок Мира, второй этап, вторые партии ответные в сегодняшнем обзоре. Лимон Роян остается вне игры. К сожалению, он так и не почувствовал себя лучше и вынужден отправиться домой на отдых, на лечение, желаемому здоровья. Но, конечно, для всех болельщиков и для шахматного мира это большая потеря. Такой зубр уходит, к сожалению, не сыграв ни одной партии. Ну, а вторая неприятная новость в том, что на женском чемпионате также индонезийские шахматистки Медина, Аулия и Ирне Сукандар вынуждены покинуть соревнования по той же причине. Итак, поехали. Сегодня на турнире было достаточно жарко. Напомню, вчера первые партии так или иначе выкачнули чаши весов в ту или иную сторону. Но вот в противостоянии молодых звезд Джавахира Синдарова, представляющего Узбекистан, ну и всем известного Альрезе Феруджи, который не так давно перебрался под флаги Франции. Первая партия их завершилась ничью. Сегодня Джавахир имел белый цвет и имел все шансы на то, чтобы победить. И вот в этой позиции на сороковом ходу Джавахир имел подавляющее преимущество. У черных слаб как король, так и пешки вокруг короля, в частности и Е5 в опасности в некоторых ситуациях может быть. И белым стоило просто донвинуть пешку до А6, зафиксировать пешку на Ф7 и затем подогнать слона на А5. Пешка Ф7 бы скорее всего падала и падала бы скорее всего партия. Несложный маневр, Джавахир был близок, однако он перемудрил, сыграл слон Ф3 сразу, после хода А5. В очередной раз у него была удачная идея, однако он ей не воспользовался, сыграл король Е3. И после А4 последовала небольшая контр-игра от Феруджи. Мы видим, цепляется очень здорово, все топ-игроки здорово защищаются. И, соответственно, пришлось уже отбиваться некоторым образом. Конь Ф5, король Ф8. Тендар попытался зайти за пешкой Б, но решил потом поменять концепцию. И опять-таки было совершенно выиграно на доске. В какой-то момент, казалось бы, уже надо... Осталось совсем чуть-чуть, мы видим, конь Ф7 угрожала. Но последовался слон Б3 спасающий. И вот здесь, в такой достаточно простой, примитивной позиции, нужно было проявить холоднокровие. Перевести слона на Ф5 и съесть на А7. Пешка Б никуда не идет, так как ладья всегда с Б7 будут прикрывать. Ну и вопрос выигрыша это вопрос времени. Однако, к сожалению, Джоахир не воспользовался этой возможности и дал черным контр-игру. Таким вот образом перекрутился Феруджа и, по сути дела, вышел сухим из воды. А мы идем дальше. Следующим очень важным событием стала победа опыта над молодостью. Фантастическую партию сегодня сыграл Михаил Красенков или Пан Микол. Показав, как говорится, как в старые добрые времена, что есть еще порох в пороховницах. И сотворил совершенно фантастическое полотно против очень сильного шахматиста Кирилла Алексиенко, представляющий город на Неве. И Алексиенко немножко напутал в дебюте, чуть похуже он получил, но в итоге решил разменяться в центре. И вот этот размен оказался немного неудачным. После некоторых точных ходов выяснилось, что есть неприятности, в частности с полем Д6. И вот Красенков в свое время, в 90-е годы, показывал фантастические тоже активные шахматы. Был всегда заряжен на жертву. Вот в этой партии тоже вот такое ощущение у него прям открылось что-то такое невероятное. Итак, слон Е6, Е4, конь Б4. И вот мы видим, что конь отправляется в район поле Д6, где будет подкреплен затем пешкой на Е5. И вот размены этих полей, полей Д6 на Д5 достаточно интересные возникают. Ферзь С7, конь заходит и Красенков ставит этого коня. Затем этот конь принесет столько беды черному, кто бы мог подумать. Но, тем не менее. Затем продолжились маневры. Сдвоились ладьи по Д. И началась атакующая идея. Фантастическая идея. Конь Б4, Ферзь С1. Ферзь становится в засаду. И сейчас мы увидим, что же заготовил Михаил. Мы видим, что конь на Д6 является важнейшей фигурой, поэтому черные стремились этого коня выбить. Выбить опору из-под коня ходом Ф6. Но последовал фантастический удар. Ладья в А6. Вот такой вот удар ниже пояса. Обязан брать. И начал защищаться Алексенко. Ну, вроде как много фигур. И по седьмому целых две тяжелые. Рядом с королем. Однако, не так-то просто. Съедает еще одну пешку. То есть, ладья же пожертвована за три пешки. После слона Б3, слона Х3 последовал еще один колоссальный подключающий ход. Слон теперь работает также с королем. Мы видим, что черные фигуры, несмотря на то, что их больше, по большому счету ничего на данный момент не делают. После хода ладья Ф8 последовал размен. Неожиданный размен слонов. И подключение. Сейчас мы увидим ладьи по четвертому ряду. Отчетное блестящее подключение. Грозит ладья Ж4. Также грозит и ладья Х4. Конь Д5 решил вернуться Алексеенко. Но после четкого шаха, опять-таки, у короля некоторые проблемы возникли. И вот здесь, после хода короля Х8 последовал ход конь Е8. Вот такой вот удар, опять-таки, наносит скакун белый. И ферзь Д8. Ферзь А6 шах. Опять-таки, вынужден играть король Ж8. Следует ход ладья Ж4. То есть, таким вот образом он отнял поле Ж7, которое защищали черные. И после хода короля Ф7 конь вернулся на исходное. Освобождая, таким образом, внедрение ладьи на Ж7. И черные вынуждены были сдаться. Почему? Потому что после взятия на Д6 последовал бы такой вот красивый мат на САШ-5. Удивительная по красоте атака. И темповая, как в старые добрые времена, напоминают мне старые сразу ассоциации с рижским вариантом в славянской защите. И, в общем-то, поздравляем, конечно, Михаила Красенкова с этим достижением. Это блестящая партия. Ну, а Кирилл Алексеенко сегодня просто попал, как говорят, под лошадь. Итак, женский турнир. Дерби. Дерби российская. Гарифулина-Гиря. Никто не знал, кто фаворитом является до этой партии, до этого матча, до этого состязания. Но вот случилось так, что Гарифулина оказалась крепче. В этой позиции, приблизительно равной позиции, Ольга сделала неточный ход. Мы видим, что фигуры немножко в подвисшем состоянии. И, наверное, черные чуть поактивнее стоят. Где-то конь на h5 подпрыгивает ближе к королю. Ну, в общем, позиция на самом деле равная. И вот сделала Оля неаккуратный ход слон d6, который явился грубейшей ошибкой. После хода ладья d8 возникла страшная связка. И по большому счету белые попали, как говорят, нашли себе беду там, где ее, в общем-то, и не было. Вместо этого стоило просто пойти ладья e1 и, в общем-то, спокойно потом отзащищаться. Можно было и слон d4 сыграть, и сбавить немножечко давление черных. Но после хода ладья d8 пришлось уже играть конь e5, ферзь g5 отреагировала Грифулина. Это, кстати, тоже явилось неточностью. Стоило играть ферзь f6, связывая еще и коня при случае. И в этой позиции почему-то произошел такой вот срыв. Ход ладья e1 ничего не грозило. Стоило просто пойти ладья d2, и позиция все еще равная. Последовал срыв, и черные просто съели ладью d6. И выясняется, что после взятия черные образовали две фигуры против ладьи. Слоны черных живо, и позиция белых тяжелейшая. Здесь еще был удар на f7 конем, который Оля не нашла. Но это был сложный момент. Он связан был с сложнейшей тактикой, которую, наверное, поднять крайне непросто. Угрожает и ферзи, и 6-ти ферзи d7. И черные здесь теряют одну из фигур. Но, так или иначе, партия завершилась победой Грифулина. Грифулина, наверное, идет дальше. Поздравляем ее. Ну, а Оле, опять-таки, желаем успеха. И последняя, пожалуй, самая боевая, фантастическая по накалу борьба между двумя казахстанскими звездочками сложилась в этом великолепном противостоянии Абдумалик-Аусабаева. Вот такая бешеная совершенно позиция. Напомню, что вчера Асабаева Бибисара одолела белыми Абдумалик. Вот в такой позиции неоднозначные были. Очень интересные события до этого. И вот сложилась такая критическая позиция, где у черных мощный контроль ладина е3 с помощью пешек. Единственный момент, что мы видим, подвисший в некоторых позициях слон на g5. И вот этот слон неожиданно казался тактической подоплекой для дальнейшей комбинации. Черные сыграли конь d4. Самый напрашивающийся ход. Конь связан, потому что теряется на c2. Выбивается ладья и вынуждены вроде как белые сейчас что-то делать с этой ладьей. В этом случае черная пешка может двинуться на e3. И после шаха f4 ферзь защищает слона. И черные, скорее всего, побеждают мгновенно. Однако, после хода конь d4, все, наверное, казалось совершенно безоблачно. Однако, последовал феноменальный ход, ход b4. Тычок, как говорится, к фантастическому уровню. То есть, и теперь выясняется, что на ферзь бьет b4 уже нету спасительного хода f4. То есть, ферзь ушел от защиты слона. И в этом случае белые уже побеждают, съедают слона и защищаются от всех угроз и побеждают. b4. Очень красивый ход. Зевнуть может совершенно любой шахматист любого уровня. И вот сыграла бибисара ладья бьет f3. Последовал жф. Ферзь бьет b4. Но в этот момент последовал еще один точный ход a3. И теперь мы видим, что у ферзя на самом деле не так много полей, чтобы защитить этого коня. Ферзь c4 единственное поле. Потому что в любом другом случае конь отскакивал бы с темпами и терялся конь на d4. И следует удар на d4. Ферзь d4. Конь e4. Фантастика. За такие ходы мы и любим шахматы, друзья. И фантастическая по идее связка ходов b4, конь e4. И в итоге форсировано перешли в такой позиции, где белые перешли в техническую стадию, стадию добивания. Естественно, были еще сложности. Однако здорово Жан Сая справилась со всеми этими проблемами, моментами. И просто великолепно еще обратить внимание, какие тактические зоркие ходы. Как ферзь f2. То есть нету ладья d4 за c3, а ферзь d4 за слон e3. То есть фантастическая перестройка. Еще защищает на c2. Очень классно видит доску. А ход h5. То есть вся партия это настоящий бриллиант. Ну что же. Бибисара великолепно играла сегодня. Я сейчас покажу концовку. Однако этого было сегодня мало. То есть какой-то фантастический напор и настрой продемонстрировала Жан Сая. Но завтра тайбрейки. И на тайбрейках все что угодно может произойти. В этом противостояние ничего абсолютно не решено. Девочки обмениваются сильными уколами. И кто станет победителем, сказать крайне сложно. Мы поговорим сейчас о тех, кто вышел в следующий этап. И о тех, кому предстоит третий день тайбрейков. Итак, Карлсон и Тарри уже в 1.32. Будут выяснять, кто из них круче. Норвежское дерби. Дубов с Гукишем завтра будут играть тайбрейк. Так же, как и пара Аббасов с Арктисян. Крайне интересные события возникают у Есипенко с Нгуеном. Так же в 1.32 Павел Панкратов и Евгений Томашевский. Они выиграли свои матчи. Выходят дальше. Ван Форест играет с Пьороном Каспером. Каспером тоже Каспер сегодня блестяще отыграл Коробов. Антон ждет тайбрейков Георгиева и Максадлу. Абду Сатторов на дербек уже будет встречаться с Гири. Тоже крайне интересное событие для Узбекистана, для узбекских шахмат. Напомню, что Узбекистан представлен многими очень интересными и талантливыми гроссмейстерами. Безусловно, за ними очень приятно и интересно наблюдать. Идет дальше Андрейкин. Так же, как и Мартиросян и Поровян. Ну, а Корякин легко выиграл свой матч у Ахидова Шамсидина. И проходит дальше в ожидании результата опарина Дик. Ну, а у девушек в следующий этап проходит Горячкина, Кашлинская будет играть с Галямовой. На тайбрейках сойдутся Бухса с Корисой и Иб. Так же, как и Джавахишвили с Мамадовой Гульнар. И, соответственно, Салимова Нурбуль с Элизабет Петц. Так же Крамлинг и Сочку определят, кто же будет бороться против нашей прекрасной Александры Костенюк. Которая сегодня начинной партии одолела перуанскую шахматистку Безикори. Мы в ожидании интереснейшего противостояния Абдул-Малик и Алсул-Вай. И уже завтра, друзья, приходите на Ческомрум. В прямом эфире я вместе с Алексеем Кратылевым будем обсуждать главные события тайбрейков. И будем, безусловно, болеть за ваших любимых шахматисток. И шахматисток, в первую очередь. С вами был Владимир Добров. Спасибо всем. Пока. Подписываемся на канал. До новых встреч. Продолжение следует.